Добрый вечер! Пятница! И с вами интеллект шоу против течения. Меня зовут Александр Стоянов. И именно с этого момента мы начинаем второй сезон этого проекта. Если в прошлом сезоне мы увидели только одну победу над течением, то я надеюсь, что в этом сезоне будет больше победителей, так как возможностей выиграть стало теперь больше. Мы решили пригласить в игру аутсайдера прошлого сезона, надеясь, что он сможет преодолеть течение со второй попытки. В игре Асид Бесимбаев! Привет, меня зовут Асид Бесимбаев. Ну, первый раз течение мне не покорилось, но я пришел сюда, чтобы взять таки реванш и отхватить себе, ну, хоть что-нибудь. Привет, Асид! Да. Как дела? Как учеба в Америке? Нормально проходит. Есть, конечно, тяжелые... Ну, проблемы тяжелые, но это... Да это у всех проблемы тяжелые? Нет, ну, здесь просто мне тяжело интегрироваться, мне тяжело здесь с пониманием просто материала. А так, все нормально. Ну, это поправимо, ничего страшного. А на кого ты там учишься? Инженеры. Хорошая специальность. У меня похожие. Ты уже во второй раз принимаешь участие против течения. Ты помнишь твой первый заход? Ну, так, периодически помню. Я помню, что я просто старался отвечать неправильно. Главное, запоминать, запоминать. Но не особо мне получилось. Где-то, по-моему, на половине сорвался, если я помню. Ну, у тебя 10 вопросов было пройдено всего лишь. А ты вообще ожидал, что станешь вновь преодолевать это течение еще раз? Нет, не особо. Я даже не знаю, смогу ли я пройти это течение сейчас. Ну, возможностей больше теперь. Расскажешь? Расскажу. Это ж первый выпуск, поэтому объясню правила подробнее. Как всегда, для данной игры было подготовлено 21 вопрос, и каждый вопрос имеет два варианта ответа. Задача не изменилась. Надо отвечать на вопросы неправильно. 21 неправильный ответ подряд, и ты победил. Однако, ответишь верно, и придется отвечать на вопросы заново. Главный приз теперь составляет 500 рублей. Если побеждаешь в игре в течение 150 секунд, ты становишься обладателем этой суммы денег. Не успеваешь? Банк уменьшается до 300 рублей. При этом за каждую секунду банк будет уменьшаться еще на 3 рубля. Новинка нового этого сезона, теперь ты можешь остановить игру. При остановке банк не будет уже уменьшаться, а вот отвечать верно ты уже не можешь. Верный ответ, и ты проиграл. Вот такие у нас правила нового второго сезона. Я думаю, нет вопросов? Ну, вопросов, я думаю, не будет. Но, хотя нет. Что значит остановить игру? Значит, остановить время, пока я буду отвечать на один вопрос? Нет, остановка времени подразумевается, что ты останавливаешь игру, начинаешь заново отвечать на вопросы, банк не будет при этом уменьшаться. Я должен автоматически просто ответить на 21 вопрос подряд? Да. А, ну это тяжело. Ну посмотрим, ну навряд ли я буду останавливать. Я буду проходить течение, даже если оно будет уносить меня назад. Я не господь, чтобы останавливать реки. Я просто должен бороться за этим течение, как бы оно ни шло. Это твое право. Надеюсь, ты готов к игре. Сколько у меня всего времени-то, по сути, на эти... Тоже 5 минут, да? Нет, уже 250 секунд. Кстати говоря, ты можешь остановить игру за 50 секунд. То есть, когда в твоем банке будет меньше или равно 150 рубля. Хорошо. Итак, да пребудет с тобой Twilight Sparkle. Давайте. Кстати, о ней. Первый вопрос. Флаттершайл или Пинки Пай? Какая из этих пуней является Пегасом? Пинки Пай. Планктон или Краб? Как называют офисного работника? Краб. Леонардо да Винчи или Пабло Пикассо? Кто нарисовал картину Монализа? Пикассо. Красного или синего? Купание коня какого цвета было изображено на картине... Синего. Спящая красавица или красавица и чудовище? Героиню какой здесь наиски к мультфильмам зовут Аврора? Красавица и чудовище. Биссектриса или высота? Какая из этих линий может находиться вне треугольника? Еще раз. Биссектриса или высота? Какая из этих линий может находиться вне треугольника? Биссектриса. Мозги или сердце? Что попросил Страшилова волшебника страны Оз? Еще раз, пожалуйста. Мозги или сердце? Что попросил Страшилов волшебника страны Оз? Страшилов. Сердце. 111 или 121? Сколько будет один в квадрате? Еще раз ответы. 111 или 121? 111. Барак Обама или Джордж Вашингтон? Кто является первым президентом США? Барак Обама. Процент или промилля? Как называется сотая часть числа? Ээээээ… промилля. Чапаи или Петька? Как называется настольная игра? Петька. Крем-сода или крем-брюлле? Что из этого является напитком? Крем-брюлле. Синий или зеленый? Какой цвет является фоном в логотипе Фейсбук? Еще раз. Синий или зеленый? Какой цвет является фоном в логотипе Фейсбук? Эээээ… зеленый. Нидерланды или Швеция? Где открылся первый магазин Икея? Нидерланды? Два или три. Сколько очков может заработать баскетболист, попав в кольцо со штрафной зоны? Два Балатарша или Пинки Пай? Какая из этих пони является Пегасом? Пинки Пай Планктон или Краб? Как называют офисного работника? Краб Ленардо да Винчи или Павло Пикассо? Пикассо Красного или Синего? Купание коня? Какого цвета? Синева Спящая красавица или красавица ищет дождь? Герои никакого? Синева Биссектриса или высота? Какая из этих линий может находиться? Биссектриса Мозги или сердце? Что попросил страшиловолчебника страны ОС? Сердце 111 или 121? Сколько будет 111? 111 Барак Обама или Джордж Вашингтон? Барак Обама Процент или промилле? Как называется сотая часть числа? Промилле Чапайф или Петька? Как называется достойная игра? Петька Крем-сода или крем-брюле? Что из этого является напитком? Крем-брюле Синий или зеленый? Какой цвет является фоном в логотипе Фейсбук? Зеленый Нидерланды или Швеция? Где открылся первый магазин Киев? Нидерланды Два или три? Сколько очков может заработать? Три Вырисовать телескопировать? Какая функция выполняется при нажатии клавиш Ctrl-X? Еще раз, еще раз Вырисовать телескопировать? Какая функция выполняется при нажатии клавиш Ctrl-X? Скопировать Тур-де-Франс или Тур-де-Итали? Как называется известная гонка? Тур-де-Итали Вассон или Бориати Кто является врагом Шелка Холмсом? Вассон Мозг или ухо? В каком органе есть молоточек? Мозгу Рон Уизли или Гарри Поттер? Кто из этих героев имеет шрам на лбу? Уизли Да или нет? Если ты ответишь неправильно на 21 вопрос Ты сможешь выиграть в данной игре? Еще раз вопрос Да или нет? Если ты ответишь неправильно на 21 вопрос Ты сможешь выиграть в данной игре? Да! Платон Шелк или Пинки Пай? Какая из этих фоний является Пинки? Платон или Краб? Как называть офисного работника? Краб! Мне надо Даринч или Пабло Пикассо? Как? Кто нарисовал Пикассо? Стоп! Все, остановились У тебя осталось в банке 42 рубля Я так понял, я добрался до 21 вопроса, но я ответил неправильно Ой, я ответил правильно на него Да, ты повторил мой успех Ты надо закрепить, да? Да Я должен неправильно подряд? Да Хорошо, давайте Напоминаю, что отвечать верно ты уже не имеешь права Хотя ты знаешь все ответы Хорошо Ну, должен Если не забыл Давайте Советую спокойно отвечать на вопросы Хорошо Платон Шелк или Пинки Пай? Какая из этих фоний является Пегасом? Пинки Пай Планктон или Краб? Как называть офисного работника? Краб Леонардо да Венчи или Пабло Пикассо? Кто нарисовал картину Мона Лиза? Пикассо Красного или Синего? Купание коня какого цвета было изображено на картине Петрова Водкина? Синего Спящая красавица или красавица и чудовище? Героиню какого из диснеевских мультфильмов зовут Аврора? Красавица и чудовище Биссектриса или высота? Какая из этих линий может находиться вне треугольника? Биссектриса Мозги или сердце? Что попросил Страшила у волшебника Страны Оз? Сердце 111 или 121? Сколько будет один в квадрате? 111 Барак Обама или Джордж Вашингтон? Кто является первым президентом США? Барак Обама Процент или промилле? Как называется сотая часть числа? Промилле Чапайф или Петька? Как называется настольная игра? Петька Хрем-сода или крем-брюле? Что из этого является напитком? Крем-брюле Синий или зеленый? Какой цвет является фоном в логотипе Фейсбук? Зеленый Нидерланды или Швеца? Где открылся первый магазин Икеа? Нидерланды 2 или 3? Сколько очков может заработать баскетболист с поплавкой? Со штрафной зоны? Три Вырезать или скопировать? Какая функция выполняется при нажатии клавиш Ctrl-X? Копировать Тур-де-Франс или Тур-де-Итали? Как называется известная гонка? Тур-де-Итали Бассан или Мариарти? Кто является врагом Шерлока Хоббса? Патсон Мозг или ухо? В каком органе есть молоточек? Мозг Ром Уизли или Гарри Поттер? Кто из этих героев имеет шрем на лбу? Уизли Да или нет? Если ты ответишь неправильно на 21-го опыта, ты сможешь выиграть данную игру? Нет И ты смог выиграть в данной игре! 42 рубля! Твой выигрыш! Нет! Хоть со второй попытки, но ты смог преодолеть течение Нет! Что нет? Это слезы счастья Нет! Но это же игра против течения должна отвечать Нет! Осет Бесимбаев выиграл, да? В нашей игре и у неё 42 рубля! Уху-ху! Да, я очень рад, что попался на такие более-менее лёгкие вопросы Особенно первый вопрос, да, прям под меня подобрали, прям, чтобы люди, зрители посмехались надо мной, да, спасибо Ну, про баскетбол, мне кажется, я запнулся слегка Вот, по сути, то, что я не особо попределяю два или три очка Обычно всем уделяют шерфную зону с одним очком Ну, я просто в баскетболе не силён, но, мне кажется, вопросы были более-менее, ну, не знаю, не такие запутанные, как с Бёрди или Буги какими-то, вот, я помню это до сих пор, я до сих пор, я не помню про что там, но просто Бёрди или Буги, я до сих пор не буду как-то отвечать, ну ладно Ну, с последним вопросом, это браво, это действительно граво, потому что я действительно долго думал, как надо правильно ответить на этот вопрос Как надо неправильно ответить на этот вопрос Ну, я надеюсь, ты с умом потратишь этот большой выигрыш Осет смог полностью преодолеть наше течение и уносит с собой 42 рубля Как сыграет наш следующий участник, узнаем через неделю Я прощаюсь с тобой, Осет Пока И я также прощаюсь со всеми зрителями Встретимся через неделю До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова